так друзья начали а что что такое выходящее это потом и так называется господи какая красивая девушка да прямо из секретарей провинциальных замминистра по науке но мы об этом еще поговорим теперь вы догадываетесь почему у нас такая наука и так поехали так поехали значит ничего я вот эту сразу картинку вот нашел в архиве когда-то прям с экрана фотографировал красивые виды посмотрите это или японии или китай может даже корея фотографии здесь если близко рассмотреть красоты необыкновеннейшей и нам такое не снилось наш мир другой вот наверное наши кедры сосны ели тоже очень хороши вот но нам не хватает кое-чего о чем мы будем говорить сегодня частности нам перестало хватать вишен посадить цветение вишен она тоже необыкновенно красиво но это не я это ученые всего лишь каких-то 10 лет назад на московском международной конференции трибуны сказал вишневые сады в россии практически уничтожены ну а дальше перепутал причины средства я назвал причины грибки грибки грибковые заболевания не понимая что грибы не едят живые деревья теперь наша задача наша помните та девушка которая секретарша стала замминистра замминистра науки вы понимаете королева красоты университета становится замминистра наверное у нее есть какие-то данные которые позволят науку поднять согласны я не хочу я правду говорю но об этом другой раз но факт то что было констатировано вишневые сады то что есть это уже не сады вот вишневые сады то что я помню с детства там гол пчел такой что уши закладывала вот такие вишневые и вот пожалуйста будем возрождать давайте владимир балашиха я вы знаете я подарки принимаю в виде фотографий так то вот я очень корыстный подарки такие жирные подарки фотографии вот что у него получилось начало в 2019 году он имеет мусинский и хасанский видите вот это есть вождение россии но если вы видите что он приобрел в железе два этих саженца так то параллельно несколько миллионов а может быть десятка миллионов саженцев персиков по всей россии или умерли первый же год или даже не проснулись вот это соотношение наше дело поправить будем поправлять вот тогда я еще сказал себя ну-ка железов давай-ка еще посмотрим на нашего волшебника вот смотрите отсюда начнем итак Володя из балашихи внимание тут надо знаете как бузыр вот смотрите 81 грамм Володя и ты меня обидел да вот сколько уже это я всегда говорю у меня персики самые морозы в мире но они вот такие по 50 грамм вот наверное многие кто у меня костики от меня получают видят что костики вот такие вот ну все халтура вот пожалуйста 8 грамм вот сколько у меня бисиков уже вспомним эту Людмилу из Калининграда из прибалтийского моря из Калининграда да 130 граммовая абрикосы не один не два все дерево с моей веточки посмотрите сколько у меня обидчиков а почему я улыбаюсь идем дальше я обязан вам это показать обязан почему отсюда должно начинаться наше выступление ой красотища ой я больше не буду смотреть это еще не все видели это уже абрикосы пошли видели 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 ой красота так Володя надеюсь ты меня смотришь пожалуйста вот у меня вот от этих вот кругленькие вот эти вот красивые галуши я когда их вижу у меня давление подскакивает до смертельного вот понимаете выглядит красиво наверное это вкусно возможно ему ничего не сделается но сама вот это вот как сказать то искусственная красота в саду я ее не приемлю но это значит тут же надо побежали выбрасывать эти галуши я говорю не для вас для всех вот потому что это вот сейчас рядом со мной посадили сад рядом фок как-то скультурно-оздоровительный комплекс и опять этими галушами окружили опять эти дихоросы они так же у них так же сгнивает это они потом проваливаются ямка получается плюс еще выложен бордюрчик с этих камушков вот и дихоросы тоже долго не живут они покрепче конечно культурных то есть принципе это как бы правило дурного тона но вы надеюсь не обиделся мне я говорю володя волшебник вот вы себе цену не знаете это все это вот так ладно не буду даже хвастаться 54 грамма для абрикоса мы с вами подозревали что это этот самый манджурский потом засомневались может он культурный после все равно шахту больше 50 грамм это элита ну когда вы кончится а то это куда не кончится чудеса ваши но единственное я вот помните предупредил что я обратил внимание на брусчатку дело в том что есть множество фотографий после ураганов деревья именно те которые посажены а сверху закованы делается обычно не больше метра открытого пространства черный пар да а дальше идет брусчатка 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 вот или даже этот асфальт все асфальт закованы кроме вот такого вот этого вот и именно они это мои наблюдения никто этого сейчас не знает городов тысячи посажена под брусчатку или под асфальт миллионы а кроме них до сих пор никто не знает что это причина вот когда видят вывороченные корни деревья огромные их свалило 7 метров они не знают что причина это сгибшая корня там дерево будет расти абрикос будет расти и у вас постепенно начнет сгнивать корни которые пошли туда и вшей под брусчатку вот это извините не обижайтесь это учеба вот хоть бы волшебник но надеюсь вы поймете меня правильно так ну что возвращаемся возвращаемся вот сейчас покажу второго волшебника опять подарки мне вот видите как красиво посмотрите еще красивее ну еще успеем поговорить про технологию полюбоваться тоже надо почему мы должны были на чужие вишневые сады помните первые две фотографии на сакуру вот главная красота то для нас мы живем там я вам потом покажу такие данные там вообще ниже 20 абрикосов делать нечего и это серьезная публикации им вообще делать нечем из вас это вообще в россии делать нечем и ведь это было признано не просто это наука это было признано истиной вот а мы то с вами что делаем а смотрите внимательно еще раз опять нужно вот здесь был бы у меня рядом микрофон я бы сейчас кнопочку нажал и опять такая браурная музыка жаль нету посмотрели а теперь давайте посмотрим на второго волшебника Забайкальский край вот почему я какие нахрен 20 градусов и смерть по почкам вот этим вот этим почкам большим цветочкам посмотрите Забайкальский край вы посмотрите какие там эти меня всегда шокировало ой все мы это проходили итак Забайкальский край город Краснокаменск Агафонов Дмитрий Георгиевич это настоящий живой человек что он пишет на фото ваш королевский Забайкаль ну знает об этом наука вот а вот это знаете почему я не стал стирать я взял таки вот его письмо как было так было это я выделил что Забайкальский край а вы знаете что за ним идет дальше сказать Якутия дальше посмотрели а потом еще потом еще идет это самое как приезжайте приезжайте к нам в Оркуту лучше вы к нам помните знаменитая фраза приезжайте к нам в Оркуту нет лучше вы к нам вот это уже ближе к ней ладно полюбовались еще раз вот я не могу это мой праздник извините ребята можете отключаться кому надо это информация информация другого типа и вот мне что интересно наверное он мне поверил что на 4 тысячи сделал заказ 3 косточки персика ну больше я не высылаю брошюру со 100 рублей а общая сумма это значит что это значит что почти на 4 тысячи он мне заказал косточек вот наверное у него все получится ну что благословляю благословляю